Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Михаил Ермоленко. О главном за прошедшую неделю расскажем через минуту. Гражданское общество – основа развития. Форум Общественной палаты России «Сообщество» собрал в Самаре экспертов, общественников и представителей власти из 71 региона страны. Расскажем о главных темах встречи. Обсудили изменения в бюджет и правилах благоустройства территории. В столице региона состоялось очередное заседание Городской думы при участии главы Самары Елены Лапушкиной. Итоги в нашем материале. Службы заказа такси, штрафы за несезонные шины и маркировка рекламы в соцсетях. В начале сентября в силу вступили новые законы. Как они отразятся на жизни россиян, рассказали эксперты. Столица региона на прошедшей неделе принимала форум Общественной палаты России «Сообщество». Участие в нем приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. К нам приехали члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители некоммерческих обществ, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты. Регион принял форум уже в третий раз. О важных проектах и предложениях для динамичной жизни Самарской области репортаж Ольги Павловой. Помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Руководители благотворительной организации, участницы форума сообщества Елена Титина на связи с самой уязвимой категорией граждан. Уже много лет она и ее коллеги оказывают поддержку молодым мамам, которые в силу поставленного диагноза испытывают трудности в социализации. Убедить человека в том, что с вирусом иммунодефицита и гепатитом С можно не только жить, но и работать. Такую задачу ставит фонд Ирины и проект «Мы вместе». Мы обеспечивали женщин молочными смесями. Мы с вами знаем, что если ребенок сыт, мама может подумать о чем-то другом. Мы проводили мастер-классы, проводили лекции по ВИЧ, тестировали, если понимали, что женщина в каком-то уязвимом положении, у нее были риски. Некоторым помогает в трудоустройстве. За время существования проекта рабочими местами были обеспечены десятки человек. Это только один из проектов, представленных на форуме для тех, кто действует. В этом году Самара приняла форум сообщества уже в третий раз. В нем приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина, а также члены федеральной и региональной общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты. В зале Дворца спорта имени Высоцкого состоялась пленарная сессия. Эксперты обсудили роль гражданского общества в России, развитие институтов общественного контроля. Открывая форум, глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил за проведение масштабного мероприятия на самарской земле. И отметил, что в ходе сегодняшних дискуссий удастся услышать важные и новые предложения по созданию условий для динамичной жизни в Самарской области. Главное богатство Самарской области – это активные неравнодушные люди. И то, что форум сообщества проходит сегодня здесь, является, конечно же, подтверждением этого важного сегодня понимания, которое есть в обществе. Без постоянного взаимодействия с гражданским обществом невозможно достигать результатов ни по одному направлению. Одной из задач, которую ставит перед собой форум сообщества, является поиск самых интересных, оригинальных, социальных, экологических и благотворительных проектов по всей стране. Сегодня на площадке форума представлено несколько очень увлекательных и захватывающих идей. И мы бы хотели, чтобы о людях, которые придумали это, узнала вся страна. По мнению экспертов, у Самарской области огромный потенциал в плане развития гражданских инициатив. Регион не только впечатляет креативными проектами. Наша область в числе лидеров по слаженной работе с участниками СВО и членами их семей. Та программа, которая создана регионом и которая позволила быстрое взаимоотношение с каждой семьей, с каждым членом семьи военнослужащего, находящегося на фронте, это, конечно, та лучшая практика, которая уже сейчас тиражируется в другие субъекты Российской Федерации, которая, безусловно, является уникальным опытом, который востребован во всей Российской Федерации. Комитет военнофотечества совместно с правительством Самарской области провел огромную работу, заключив соглашение со всеми ведомствами, медицинскими учреждениями, уполномоченным по правам человека. Было проведено анкетирование военнослужащих, которые находятся в зоне СВО с целью выяснить, ощущают ли они помощь и заботу о своих семьях. Вы знаете, результат на самом деле ошеломляет. Военнослужащие довольны. И тем самым это поднимает боевоспособность. Военнослужащие спокойны, что дома, здесь, в Самаре, о них заботятся. Форумы сообщества, проводимые в разных регионах России, стали площадкой для диалога между жителями и представителями власти. Федеральный, региональный, местный. Стало традицией проводить такие форумы с участием НКО, гражданских активистов, а также глав регионов, представителей министерств и ведомств. Во время форума в Самаре участники смогут не только рассказать о своих проектах и идеях, но и поставить перед властью вопросы, требующие решения, а также привлечь внимание чиновников к проблемам в сфере образования, ЖКХ и здравоохранения. В завершении пленарной сессии в зону СОО от Дворца спорта имени Высоцкого был отправлен гуманитарный груз в 20 тонн, собранный общественной, торгово-промышленной, нотариальной палатами региона, а также самарскими предпринимателями и волонтерами. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Обсудили изменения в бюджет и правила благоустройства территории. В четверг в столице региона состоялось очередное заседание Городской думы с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Ряд вопросов был связан с транспортом, обновлением внутридворовых территорий, формированием муниципального дорожного фонда. Кроме того, на заседании еще двум нашим землякам было присвоено звание почетный гражданин городского округа Самара. Все подробности в материале. На нужное, важное и социально необходимое. Основные изменения бюджета в 2023 году в первую очередь связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов. За счет этого в 2023 городская казна пополнилась на 147 миллионов рублей. Данная мера позволила своевременно осуществлять финансирование первоочередных социально значимых расходов городского округа, связанных с благоустройством, капитальным ремонтом и текущим ремонтом учреждений, ремонтом автомобильных дорог общего пользования и реализацией нацпроекта. За счет перераспределения средств на 561 миллион рублей удалось улучшить качество питания школьников, подготовить общеобразовательное учреждение к новому учебному году, отремонтировать объекты культурного наследия и предоставить меры социальной поддержки отдельным категориям граждан. В итоге доходы бюджета на 2023 год составили 41 миллиард 328 миллионов рублей. Проговорили на заседании городской думы и вопрос о внесении изменений в положение о муниципальном дорожном фонде городского округа Самара. В частности, при нарушении эксплуатации или неверном использовании тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на магистралях областного центра водителям будут грозить крупные штрафы. А также проектом решения думы дополняется новым направлением расходов на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей за исключением контактной сети и тяговых подстанций, находящихся на одном уровне с проезжей частью. В завершении 48-го заседания думы было принято решение о присвоении звания почетный гражданин городского округа Самара. Оно было отдано двум кандидатам, одному из них посмертно. Комиссия единогласно одобрила и рекомендовала присвоить звание почетного гражданина купцу и меценату Константину Головкину. Сегодня, вы знаете, в рамках проектов историческая память, культурное наследие идет восстановление знаменитого здания, замка, домика, который в народе называют дом со слонами. То есть в ближайшее время мы получим, так сказать, уже в возрожденном виде, где в новом ключе будет использоваться сооружение студентами, преподавателями. Также звание почетный гражданин городского округа Самара присвоили самарскому писателю Алексею Солоницыну. Таким образом, на сегодняшний день почетное звание носят уже 70 выдающихся жителей столицы региона. Ольга Павлова, Николай Пифанов, События. С начала сентября скорректировали расписание движения автобусов по дачным маршрутам. Из-за сокращения светового дня транспорт на некоторых участках будет отправляться раньше. Подробности у Светланы Тимофеевой. Традиционно с наступлением осени расписание движения автобусов подвергается корректировке. Из-за сокращения светового дня на некоторых маршрутах транспорт будет отправляться в город по измененному расписанию. Связано это с тем, что меняется продолжительность светового дня тем, кто активно пользуется дачными автобусами. Еще раз напоминаем о том, что посмотрите, пожалуйста, расписание или позвоните на горячую линию. В этом сезоне в Самаре действует 29 садово-дачных маршрутов. С октября автобусы будут ходить только в субботу и воскресенье. Организованные перевозки традиционно завершатся к началу ноября. Кроме того, в профильном департаменте напомнили о возможностях льготного проезда. Благодаря этому существенно снижается его стоимость. Для студентов и школьников стоимость проезда составляет около 17 рублей. Отмечается, что только в Самаре существует возможность совершать поездки на таких условиях. Еще такой приятный бонус для студентов, которые вчера еще были школьниками. Они могут перенести остаток денежных средств со своей школьной карты на новую карту студента. В Самаре существует несколько видов карт. Единая транспортная, безлимитная, студенческая, школьная и льготная. Карты выпускают в виде пластикового прямоугольника и в виде брелка. Пополнить их можно в офисах транспортной карты. Подробнее узнать можно на сайте единого оператора «Объединенная транспортная карта» или по телефону горячей линии. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Россияне в любой момент смогут отказаться от передачи биометрических данных, их хранения и использования в единой системе, сообщает Роскачество. Напомню, 1 июня в силу вступил закон, согласно которому данные будут обрабатываться только внутри единой биометрической системы. Банки и другие организации, которые хранят такие сведения, должны передать их до 30 сентября 2023 года. При этом организациям необходимо за 30 дней уведомить клиентов о том, что их биометрические данные будут передаваться в систему. В Роскачестве отметили, что информация о возможности отказа от передачи и использования сведений только до 1 сентября не верна, так как гражданин в любой момент может либо отказаться, либо вовсе запретить собирать и хранить биометрию. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. Этот запрет впоследствии также можно и отозвать. В России появятся службы заказа легкового такси. Водителей будут штрафовать за неправильные шины, а пользователям соцсетей придется маркировать рекламу на своих страницах. С 1 сентября в силу вступили новые законы. Как это повлияет на жизнь россиян, с экспертами обсудила Светлана Кудрявцева. С 1 сентября вступает в силу закон о такси. Государство берет эту сферу под свой контроль. В регионах появятся службы заказа, которые будут нести ответственность в случае происшествий. В этом логика есть, потому что кто будет отвечать, если произошел какой-то ущерб жизни, здоровью пассажира, частным перевозчикам, который непонятно имеет право он перевозить или нет, умеет он собственно возить или нет, отвечает ли требованиям. И вот это, по большому счету, механизм установки порядка, открытости и прозрачности на рынке перевозок. Работать в такси запретят людям с непогашенной судимостью по ряду уголовных статей за причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, грабеж, разбой и прочее, а также водителям, накопившим больше трех неоплаченных штрафов и не сдавшим экзамен на знание города. Мы ожидаем серьезного повышения роста цен на услуги такси, потому что с 1 сентября каждый регион обязан также создать три реестра. Там будет реестр перевозчиков, реестр лиц, оказывающих сопутствующие услуги, это операторы, которые соединяют такси и пассажира, и реестр таксистов. И, соответственно, после включения в этот реестр таксист также должен будет получить разрешение на работу. У них вводятся особые требования КОСАГО. Многие люди, которые в такси именно подрабатывали, то есть не работали, полный рабочий день являлся их основным заработком, мы, например, подрабатывали после работы в час пик, час два. То есть теперь такие, скорее всего, люди уже в такси работать не смогут в силу вот такого большого количества ограничений. С 1 сентября водителей начнут штрафовать за неправильные шины. За езду на шипах летом и на летней резине зимой накажут на 500 рублей. Использовать машину запрещено, если зимние шины будут установлены не на все четыре колеса. Правила относятся к легковым машинам и грузовикам весом до 3,5 тонн. Эксплуатации авто запрещают также при неисправности антиблокировочные системы тормозов. Штрафовать начнут и за неправильные фары, непредусмотренные конструкцией машин. Кроме того, запрещено использовать мигающие стоп-сигналы. Теперь они должны постоянно гореть красным светом. С 1 сентября изменится законодательство о рекламе. Физическим и юридическим лицам грозят новые штрафы за нарушение, а именно за отсутствие маркировки на публикациях, будь то бизнес-страницы или личные странички в соцсетях. Теперь любая реклама, любые информационные рекламные материалы в сети интернет, социальные сети, блоги, сайты, в нем данные материалы должны маркироваться с помощью специального кода, так называемый токен, идентификационный код. Он получается от операторов рекламных данных, список которых сейчас можно видеть на сайте Роскомнадзора. Государство захотело понимать, какой объем рекламы идет, какие денежные потоки идут через рекламу в целом у всех его операторов. Конечно, это актуально больше для крупных игроков, которые занимаются рекламой в целом и диджитал-рекламой. Но видите, оно так подспутно стало касаться и обычных физических лиц. Для тех, кто забыл или не захотел указать маркировку, вводятся штрафы для физических лиц от 10 до 100 тысяч рублей, для юридических от 200 до 700 тысяч. Почта России разрешила при отправке заказных писем, бандеролей и посылок не предъявлять паспорт. И теперь это можно сделать без паспорта, а просто по предъявлению иного документа, идентифицирующего вашу личность, ну, например, прав. Знаете, это вроде мелочь, но нам, например, как адвокатам-юристам привычно ходить с паспортами, и это там, он у нас всегда. Но я вижу, я знаю, что большинство людей с паспортом не ходит. С начала осени серьезные изменения ждут школьников. У нас с 1 сентября вводится так называемая общеобязательная государственная федеральная образовательная программа, которая включает в себя ряд образовательных стандартов, и они предусматривают единую методику преподавания. В большинстве школ, например, преподавание истории в 10-11 классах, я думаю, большинство слышало про нашумевший учебник истории, ну и ряд других предметов. Вступают в силу поправки к закону о трудовом воспитании. Они закрепляют обязанность учеников трудиться. Теперь школьники будут обязаны с учетом возрастных особенностей убираться в классах, сажать деревья на школьной территории, шить театральные костюмы или помогать в библиотеке. Разрешений родителей для привлечения учащихся к труду больше не потребуется. На уроках ОБЖ будет проводиться курс начальной военной подготовки. На нем ученики 10-11 классов будут проходить основу применения беспилотников, а также способа противодействия им. С 1 сентября вновь возвращается серебряная медаль. Я напомню, что с 2014 года у нас существовала только одна медаль. Это была медаль первой степени, золотая. Однако вот с этого года школьникам, у которых только две четверки, они успешно сдали государственную итоговую аттестацию, они имеют право также получить серебряную медаль. Серебряная медаль может помочь при поступлении в ВУЗ. В том случае, если у нескольких выпускников имеется одинаковое количество баллов по ЕГЭ, тогда серебряная медаль дает определенное преимущество. С 1 сентября ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Его могут получить 7 миллионов 700 тысяч детей. Российские школы в каждом регионе должны получать федеральное финансирование на эти цели. Светлана Кудрявцева, Петр Паломеев, События. Впервые за пять лет, с момента открытия Центра поиска пропавших людей Самарской области, движение «Лиза-Алерт» провело День открытых дверей. Самарцам рассказывали о том, каким оборудованием пользуются добровольцы во время операций, каков шанс найти человека, если обратиться в первые сутки после пропажи и многое другое. Также жителей города пригласили присоединиться к организации и стать волонтерами. Почему важно поддерживать такие проекты, выясняла наша съемочная группа. Роман Рудометкин – волонтер со стажем. Первый раз о движении «Лиза-Алерт» услышал 7 лет назад. Мужчину потрясла история маленькой Лизы Фомкиной, в честь которой и назвали поисково-спасательный отряд. Девочка пропала в Московской области. Тогда на поиски ребенка вышли более 500 добровольцев. На сегодняшний день движение насчитывает уже тысячи последователей. Роман с гордостью носит звание волонтер. В отряде Самарской области мужчина работает оператором квадрокоптеров и обучает управление беспилотниками других добровольцев. Один квадрокоптер за рабочий день может закрыть от четырех до шести стандартных наших задач. На каждую задачу, если бы это выходила пешая группа, потребовалось бы от шести до восьми часов. В Самарской области отряд «Лиза-Алерт» появился в 2014 году. За время работы волонтеры получили более 5700 заявок. Домой были возвращены 4470 человек, из которых 1062 – дети. Сейчас движение объединяет около 200 добровольцев, которые регулярно участвуют в поисках. Благодаря помощи правительства и главы региона Дмитрия Азарова были выработаны новые меры поддержки добровольчества. Открыли ресурсный центр поиска пропавших людей Самарской области. И с помощью этого штабы основали в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызране и Сергиевске. Мы взаимодействуем с МВДС, МЧС, с муниципалитетами, с главами администрации районов. Совсем недавно у нас было заключено первое соглашение с одним из МФЦ Самарского области в совместном распространении информации о поисках людей пропавших. И на данный момент времени на экранах МФЦ Органского района уже транслируется такая информация. Об этом и многом другом специалисты «Лиза-Алерт» рассказывали самарцам в день открытых дверей. Он прошел впервые за пять лет с момента создания Центра поиска пропавших людей. На встрече можно было подробнее узнать, например, об оборудовании, которым пользуются члены отряда во время операций. Также волонтеры рассказывали о том, каков портрет человека, которого чаще всего ищут. Это женщина, 49 лет, ушедшая с работы. Но, как пояснил куратор отряда, такой портрет не означает, что люди в этой категории находятся в группе риска. Наоборот, в числе пропавших зачастую люди либо старшего поколения, либо намного младше – школьники начальных классов. Если человек потерялся, то действовать нужно незамедлительно. Если срок обращения первые часы, то до 86% пропавших мы находим живыми достаточно быстро. Если это происходит на третьи сутки, то здесь значение уже, можно говорить, что менее 50%. Также на встрече члены поисково-спасательного отряда рассказывали о направлениях деятельности. Сейчас их 24. Каждый человек словно винтик в системе, без которого она не будет работать должным образом. Есть координаторы и информационные координаторы, кинологи, связисты, картографы, регистраторы и другие. Интересная информация, мне понравилась. Надо одевать яркую одежду, идешь в лес, как бы запасаться чем-то, чтобы вода была там, или хотя бы какой-то компас брать, чтобы не затеряться, и чтобы батарейка была не разряжена. Отряд «Лиза Алерт» приглашает самарцев и жителей региона присоединиться к движению. Благодаря уникальному проекту «Будь с нами» новичкам преподают все азы поисковой работы. Чтобы стать добровольцем, необходимо зарегистрироваться на портале добро.ру и на странице проекта «Лиза Алерт» подать заявку на вакансию поисковик. Необходимый адрес вы видите на экране. Проект «Будь с нами» 2023. Этот проект два года назад выиграл конкурс лучших региональных практик в поддержке добровольчества «Регион добрых дел». Был создан проект, чтобы расширить наши возможности, и благодаря реализации проекта в прошлом году мы уже открыли пять штабов в пяти городах Самарской области. У нас там есть теперь добровольцы, которые могут реагировать оперативно на поиск безвести пропавшей. Движение «Лиза Алерт» продолжает работать и активно развиваться. Сейчас поисково-спасательные отряды также помогают защитникам в зоне специальной военной операции. Собирают гуманитарные грузы и в отделениях организаций изготавливают, например, сухой душ. Все необходимое отправляют на передовую. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Его подопечные побеждали в Олимпиаде и других международных соревнованиях. Он воспитал целую когорту талантливых тренеров. И до сих пор в свои 70 лет продолжает учить детей и молодежь Самары своему любимому виду спорта – фехтованию. О легендарном тренере с мировым именем Владимире Жилкине репортаж Сергея Кизуркина. В свои 70 с небольшим легендарный самарский тренер по фехтованию Владимир Александрович Жилкин остается в спортивном строю. Привез на первенство города своих мушкетеров. Мастер спорта ни на секунду не сомневается – из них вырастут чемпионы. Как, например, бронзовый призер Олимпиады Татьяна Садовская. При отборе в секцию она даже не попала в подготовительную группу, но самовольно стала приходить на тренировки. Сейчас Садовская сама тренер и не упускает возможности напомнить тренеру об этом случае. Но при этом благодарна Жилкину за успешную спортивную карьеру. Он всегда говорит, что это неправда. Я всегда считала, что ты сильная спортсменка. Я говорю, нет, Владимир Александрович, был такой случай. Я это запомнила. Я тренировалась с сильными спортсменами. Это очень важный такой момент, когда ты есть за кем тянуться, есть на кого смотреть. Еще такой тренер, который нас заражал этим видом спорта. И он очень многое, что он давал. Он давал веру в себя, уверенность какую-то, какую в нас он вкладывал, что мы даже не сомневались, что мы самые сильные. То есть вот в этом плане он, конечно, тренер от Бога. Владимир Жилкин начал заниматься фехтованием. В 12 лет, а уже в 20 перешел на тренерскую работу в Куйбышевском авиационном институте. Я в институт приехал поступать для того, чтобы стать тренером. И по-другому как бы не мыслить. Только тренером. Только тренером. Только тренером. В крайнем случае руководитель какой-то спортивной школы. Мне очень много раз предлагали быть директором спортивной школы. Но я как бы не был готов и не созрел. Потом открыл секцию в 54-й школе. Там он и воспитал известных на весь мир Ирину Шорину, Сергея Сомова, Анатолия Алякина, Василия Мишагина. Но даже те, кто не получил олимпийской медали, благодарны тренеру за успешную жизнь. Татьяна Ивина сейчас ведущий специалист на крупном самарском предприятии. Тренер Жилкин. Строгий. Именно тренер. Дает основу дальнейшей жизни. Тренировки у нас были два раза в день. Он заменил мне отца, который дал путевку в жизнь, основу, стержень, благодаря которому все дальнейшие события уже в жизни происходили. Владимир Жилкин – не только выдающийся тренер, он еще и умелый наставник, рассказывают молодые тренеры. Мотивирует, естественно, да. Интересно работать с учениками. Хорошо им объясняет, хорошо показывает. Идет как тренер за собой. Конечно, делится, показывает. В любой момент может обратиться, подсказать. Иной раз сам, если видит, что-то не получается, может подойти, подсказать. Направить, как будет правильно, потому что у него большой тренерский опыт уже. Заслуженный тренер России работает и учителем физкультуры, и тренером-общественником в Октябрьском районе. Приобщает к здоровому образу жизни всех желающих. По мнению мастера, высшая награда для тренера, когда ученики приводят на тренировки своих детей. И любимую профессию не променял бы ни на какую другую. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. Это были главные новости, прошедшие рабочей недели. За актуальными событиями следите на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова